она первая получит эту куртку так взяла я себе вип-зал время 15 минут второго я погнала ну что пришла на маникюрчик будет знать как рано вставать зеркало зеркало где я еду никто ни хрена не поймёт я сама не пойму открываем я сейчас съела одну просто это такая вкуснотища это всем привет мои хорошие начинаю новый влог и смотрите его до самого конца потому что в конце я вам покажу офигенный рецептик пп котлеточек доброе утро доброго дня уже два часа дня да я начинаю новый влог начинаю с того что я снова перебираю все свои вещи но я уже не буду снимать отдельное видео че вот это вот снимаю то что я отдаю да или выкидываю что-то но то что можно было выкинуть я уже в принципе выкинула то что можно было отдать я уже отдала сейчас у меня уже более глобальная зачистка происходит моего гардероба потому что очень много вещей от которых мне честно говоря очень сложно избавляться и я всегда даю это все родным любимым которые знаю будут очень рады этому всему вот и мне не так сильно приходится отрывать это от сердца не не так больно я подготовила все сестре потому что в прошлый раз я отдала вещи которые сестре она безумно радовалась она прям смотрела и говорила о интересно кому это она даст и в итоге да все пришло ей она безумно рада на говорит я всегда смотрела мне очень нравится и в общем она очень довольна и конечно же когда ты отдаешь вещи свои родные и любимые родимые людям которые это ценят и радуются этому да и прям носят я с удовольствием буду отдавать еще зачистка у меня будут регулярные вещей у меня очень много значит первое я думаю она безумно будет рада этой куртки она из вас очень многим нравилась и нравится но мне кажется что у меня немножко другой стиль теперь поменялся свой стиль признаю знаю кто интересовался это мохито у нас фирма мохито вот я ее проносила один сезончик она честно говоря вот если по качеству говорить дат износа стойкости цветов она не совсем вот надолго да то есть я думаю что моя сестра проносит сезончик может следующий еще проносит смотря как долго и как часто она будет ее носить да и все в принципе можно будет ее уже наверное из гардероба убирать потому что этот цвет который напыление он очень быстро затирается но пока она в хорошем состоянии ее поносить еще можно просто я меняю стиль и вряд ли я ее уже одену и пусть пока она еще актуальная сейчас еще продают такие носят в этом же магазине продают куртки такие поэтому я думаю она вот безумно счастлива очень многие хотели заполучить эту куртку но сами понимаете сестра моя родное поэтому она первая получит эту куртку а дальше куда она пойдет я уже не знаю дальше свой костюм желтый я его долго хранила это безумно классное качество турецкая так детские кадры лиза турецкое качество хлопок просто он не изнашивается вообще да то есть можно звездочку это отпороть она уже сама посмотрите я думаю что ей эта звездочка понравится мне сестра вообще любит яркие вещи обожает просто и костюм ей зайдет он классные суперски вот этот костюм тоже может быть он даже на тетю подойдет потому что я его покупала немного на размер больше вот это идет с к у меня а этот идет м к может быть моя тетя померит она чуть чуть больше нас она тоже любит у меня вещи яркие всякие разные вот брючки тоже в принципе качество хорошее по моему даже это хлопок вот и сколько вот я его носил но немного я его носил на самом деле но он не собирает катушки ничего и даже его померила сначала так думаю может оставить а потом думаю нет костюмов много я буду покупать себе новые дальше вот этот вот костюмчик это домашний скорее костюмчик либо там выбросить мусор сходить это такие бриджики это мама мне заказывала но у меня очень много таких домашних костюмов он тепленький он даже как домашний пойдет костюмчик хлопок в общем она ивановский текстиль вот это я заказывала когда-то на алиэкспресс вообще так ни разу не носила может видео однажды сняла если такая штучка хлопок хороший хлопок свободная она висела давно все думаю куда же ее одеть никуда не могу одеть в общем вот эту вещь я тоже заказывала тоже на алиэкспресс в ней один раз я съездила в москву один раз сняла видео классная яркая вещица вот но она уже у меня свое изжила она практически новая вот это тоже вещи ее один или два раза отдела покупала где покупала так где покупала даже не помню h&m h&m да у них это была кстати коллекция какая-то отдельная у них там есть место где отдельные коллекции продаются я не знаю камеру нормально держу вам все видно а то бывает я смотрю потом монтирую а там не то в общем это хлопок классное качество у меня такое еще платье есть я его пока оставлю она прям узенькая я щас худею вот дальше это кардиганчик такой вот не застегивающийся белый у меня кардиганы есть это вот такая вот кофточка которая вообще приносила мне удачу я ее в москве носила здесь по моему так ни разу и не одела вот такая вот кофточка легенькая беленький с розовеньким хлопок по моему хлопок вот и ну вот здесь какие-то маечки это лосины и маечка в общем вот эти кстати я не знаю кому они по размеру то michael figure у меня такие брючки вот есть но они размера где-то 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 если наш российский 42 да то они будут идти где-то сорок шесть сорок восемь размер но я думаю что у нее много знакомых качество томих элфигер хорошая я думаю что они кому-то достанутся в хорошие руки длина такая классная укороченная цвет такой актуальный вообще даже такой трендовый обносила их если бы они были моего размера но у нас никого нет такого размера не знаю на кого они налезут я надеюсь у кати будет кто-то кто захочет эти брюки и будет такого же размера вот на сегодня пока все вот такой вот получился пакетик подарочек для моей сестры сегодня отвезу там еще один пакет стоит ей вот еще один пакет кстати с шубкой я что-то в прошлый раз показывала что отдаю и не поняла она говорит а кому-то отдаешь эту большую куртку мою помните вот это вот она у меня швея кстати говорит там все можно сделать прекрасно и еще долго носить говорит хочешь я тебе сделаю я говорю вот сделаешь и будешь носить она говорит это куртка и очень нравилось вот ну в общем все все сестре крошки мои я уже супер в машине вообще прибежала собрала вещи кинула два пакета в багажник сестре не знаю когда я к ней заеду сегодня даже наверное нет времени у меня закончился бензин просто нет бензина я не знаю как я доеду до английского у меня сейчас я не успела снять еще два видео я уже сняла два видео еще два не успела снять мне их нужно доснять а у меня сейчас в 4 английский вот я сейчас бегу на английский у меня час позаниматься полчаса доехать но это к слегка немного беру и еще час останется снять я должна снять эти два видео потом побежать в ателье Потом к 19 часам снова успеть на английский, потому что там мероприятие, разговор на английский, будем разговаривать на английском. У меня сегодня вообще супер насыщенный день, потому что утром я встала, приготовила себе завтрак. Я все время думаю, что бы новенькое приготовить. У меня на завтрак уходит теперь не так мало времени, как раньше, да, там кофе и все. Я теперь сварю себе 20 минут кашку, я там то наделаю, то намажу, взвешу, целый ритуал, да, там вакуум сделать утром, воды попить, также кофе там сделать, сегодня, кстати, выпила кофе с кокосовым молочком, какая прелесть, я теперь только с кокосовым буду пить, очень вкусно. Вот, потом позавтракала, походила еще, деньку отвела, походила, то есть у меня утро вообще такое занятое все, 3000 шагов находила, значит, позавтракала, потом пошла, что же я поделала, я что-то поделала полезное, а, директора забрала в инстаграме, и уже прошло время, а, еще стилиста одного посмотрела, прошло время, я пошла заниматься, а, и видео 2 сняла, точно, я пошла заниматься, позанималась, тренировка сегодня была жесть при жести, просто вся взмокла, вся вспотела, вот, потом выпила коктейльчик, опять начала снимать видосы, отдохнула чуть-чуть, буквально 15 минут, опять начала снимать видосы, и вот уже не успеваю, и снова обед, я уже в себя вот так вот запихивала этот обед, вот, и вот сейчас выскочила, маме говорю, мама, мама сейчас должна прийти, говорю, там такой бардак, пожалуйста, готовься просто, ну, знаете, приготовлено, и уже не так обидно, я говорю, там очень сильный бардак, я ничего не успела сделать, я сейчас бегу туда, потом обратно, вот, потом, ну, как бы она что-нибудь может поможет мне поубирать, я уже приду, да убираю, у меня там свет, все повыставлено, все везде порасставлено, короче, все, бегу на английский, тадам, а мы с Полиной продумываем для вас, сели тут в кафе, я в кино собираюсь, вот музыка пока не заиграла, мы продумываем для вас какие-то интересные видео совместные, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы бы хотели, чтобы мы сняли вместе, мы вот гадаем, у нас есть некоторые идеи, но вдруг вы бы хотели что-то, чтобы мы с Полиной сняли вместе для вас, предлагайте идеи в комментариях, и мы обязательно подумаем над ними, ну что, мои хорошие, мы немного посидели с Полиной, перекустили, пообщались, действительно думаем над тем, чтобы снять совместные видео, какие-нибудь интересненькие, вот, поэтому ваше мнение, ваши идеи тоже будут учитываться, сейчас я приехала в Горизонт, Полина уже поехала с Мелкой домой, с Софией, вот, а я в Горизонте хочу сходить на фильм «Текст», его так распиарили уже, что там Асмус, в какой-то сцене побывала, хочу увидеть эту сцену, в общем-то, скорее, вот, и вообще я люблю русские фильмы, наш красивый Горизонт, пойду посмотрю, какое там время, так, это мне какой этаж нужен, третий, второй, пойду посмотрю, какое там время есть, ой, я объелась сейчас вообще жестко, что с моей вот этой вот еще водолазочкой, супер тонкой, нужно вообще втягивать живот нормально, что это такое за кузяка, нет, все, забронировали, закрыли, третье, нормально, я вообще, написано, Горизонт, кинотеатр, девочки, я второе нажимаю, на триндец, какая я сегодня, на удобном, на удобном стиле, так, взяла я себе вип-зал, билет стоит 600 рублей, я еще здесь в вип-зале не была, но через пять минут начинается фильм, я решила, что это последний сеанс на сегодня уже, я решила, что надо сходить, поэтому идемте, идем в наш, так, вип-зал, первый раз иду сюда, да, второй ряд, это сюда? Прямо направо, ага, тут какая-то зона, прям, как будто здесь это, сейчас покер начнут раскладывать, 10-й, 11-й, направо, 12-13, сюда что-то, сюда 10-й, красивые дверки такие, все совсем по-другому, ну что, сходила я в кино, в вип-зал, мне понравилось, давно я не ходила, на самом деле, в вип-зал, только в Москве я давно-давно ходила, какое-то другое ощущение, сейчас поделюсь, в общем, в вип-залах я была только в Москве, в Атриуме и, по-моему, во времена года, это было очень давно, потом я все время предпочитала, ну, обычный зал, как бы, в моем окружении как-то в вип-зал особо не ходят все, сейчас просто был один сеанс, решила сходить, он не намного дороже, у нас всего 600 рублей, ну, смотря какой там сеанс, дороже, не дороже, да, ну, в целом, как бы 600 рублей, и мне очень даже понравилось, знаете, потому что комфортно, удобно, мягко, там даже еще заказывать можно что-то, но я не заказывала, у меня свои батончики были, мне ж нельзя все есть, вот, поэтому мне очень понравилось, буду практиковать это, своя атмосфера в вип-залах, которая мне очень приятна и очень близка, стоит машинка, по-моему, одна моя одинокая, увидите вы, вот так быстро нас гонят, вот стоит одна, вообще, парковка пустая, одна моя машина стоит, вообще, все разъехались, а так, негде было припарковаться, хорошо, все, сейчас еду домой, час ночи, блин, тусуюсь, вот такой горизонт наш красивый, класс, люблю одно из моих любимых мест, кстати, как же мне сам фильм, да, я не рассказала, слушай, мне понравилось, я, в принципе, люблю наше русское кино, для любителей нашего русского кино очень даже, мне нравится актер в главной роли, который там снимался, сама же Асмус мне очень нравится, сама мне Асмус нравится, несмотря на то, что там была откровенная сцена, да, и что-то все ее захейтили, что ли, я не поняла, что происходит, я на самом деле из-за этой откровенной сцены пошла смотреть, думаю, что ж там такого страшного показали, что на человека так налетели, то ли что, я не поняла, то ли не налетели, ну, хайпанула она конкретно, я думаю, с этим фильмом, я думаю, многие из-за этого и пошли его смотреть, вот, в целом мне понравился фильм, тяжелый, но интересный, он все время держал в напряжении, как бы, мне понравилось, если любите русское кино, сходите, посмотрите, и этих актеров, все, время 15 минут второго, я погнала, лишь бы было где сейчас припарковаться, а то так поздно бывает, очень сложно найти парковочное место, играем с Денькой мяч, давай, давай, ой, ой, ты, давай, бей, а вот так вот, ю-ху, давай, маме мяч, я стою вот так, Денька бьет мяч, должен попасть в ворота, ю-ху, давай, терты, терты, мама попадает, давай, становись, лови, 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 у-у-у, класс, давай, маме, иди, давай, бей, бей, ю-ху, и так заодно калории сжигаем, так, Денька, приготовился, лови, лови, ю-ху, ю-ху, так, еще мы вот так любим скатываться с этой змейки, побегали с Денькой вокруг стадиона, маленького нашего, Аккуратно, вот такой вот у нас кроссфит, давай, давай, перелазь, давай, уже силов не осталось, это уже десятый раз, давай, лезем, лезем, День, лезем сюда, давай, тренировочка, давай, ручка, ножка, молодец, давай, умничка, молодец, ура, так, ты тоже сам хочешь, что ли, не надо сам, давай, мам, придерживая тебя, опа, держись, не получилось, что, мои хорошие, я приехала в центр, естественно, я не могу без своего кофе, теперь я пью только на кокосовом молоке кофе, оно очень вкусное, можно не добавлять сахар и оно растительное, короче, полезное, мне на сушке самое то, еще я люблю убрать водичку, все, в кафе, видно вам, нет, я уже показывала, побольше покажу, неудобно вот так вот, сейчас я бегу на маникюрчик, хочу сделать френч, такой чуть-чуть необычный, ну, не классический, как я делаю, одна из моих подписчиц мне присылала, вот, хочу сейчас его сделать, бегу полные руки, сегодня я оделась, блин, я надеюсь, ветер не фигачит вам, сегодня я оделась, не знала, что одеть, но знала, что я хочу кроссовки, потому что я собираюсь походить по магазинам, и просто открыла лукбук, который мне сделала, можно сказать, Настя, да, и просто смотрю в кроссовке, что там в кроссовке мы одевали, и вот я оделась сегодня, мне кажется, очень даже, все, бегу, покажу потом маникюрчик, процесс, может, немножко покажу, кстати, пиджак, я вам уже говорила, где его покупала, в H&M, да, он достаточно теплый, вот сейчас у нас на улице 17 градусов, я его одела просто сверху тоненькой водолазочки, и мне очень даже тепло, он как раз состоит там, ой, он плотный, и состоит там большая часть, по-моему, короче, какая-то часть шерсти, и он теплый прям, кайф. Ну что, пришла на маникюрчик, выбрала себе цвет уже, вот он, решила сделать супер натуральный, без френча, чтобы вообще ногти не привлекали внимания, минимум длины, максимум натуральность. Зайки мои, смотрите, какие ноготочки мне сделали, что я с этой бутылкой, вот, смотрите, как красиво, я решила выбрать вот такие натуральные ноготочки сегодня, вообще, хочу френч градиент, планировала сделать, но сделаем его в следующий раз, сегодня прям супер натур, такие полупрозрачные, розовенькие, немного теплые, ну, прям идеально, идеально, мне кажется, просто мега the best, как сейчас, как сейчас и положено, натурально, стильно, неброско, ухоженно, по-моему, супер. Вот еще в дизеллофт мне нравятся вот такие большие классные зеркала, где ты можешь себя увидеть в полный рост, ой, а что же я, все, и вот, надо же ее вытащить, она там под этой тоненькой не смотрится водолазочкой, короче, сегодня я решила вот так вот нарядиться, видно меня? Я все время, блин, не пойму, как камеру держать, ну, и вот, типа, я в очках такая хожу, все покажу, вот так я хожу, по-моему, вообще на стиле, да, девчонка? Выпендриваясь тут перед зеркалом, проходите, проходите, я могу долго это делать. Хотела сказать, долго выбирала, хотя на самом деле я не долго выбирала, я сразу знала, что я хочу, сейчас протру, знала, что я хочу натуральные ноготочки, вообще я заметила, что, знаете, вот эти вот рисунки все, какие-то абстракции, там такое все, вот на моих ногтях мне не нравится, может быть, потому что мне быстро все надоедает, вот когда другие девочки делают, я говорю, ой, покажи ноготочки, мне так интересно всегда смотреть, что они там сделали интересненького, да, новенького, но вот сама стразы не люблю, потому что они цепляются, да, какие-то вот, опять же, рисунки, абстракции, не знаю, мне кажется, что оно не подо все подойдет в моем гардеробе, мне надоест быстро, да, поэтому я всегда что-нибудь такое нейтральное делаю, и френч, это вообще моя такая вот классика, которая мне никогда не надоест, и ноготочки смотрятся хорошо, тут у меня камера включена, я думаю, что там шевелится, это я сама себя как бы изнизу, из-под низу снимаю. Так, сейчас я пойду менять свои шарфы, точнее не менять, там нет, которых мне нужно, я их пойду возвращать, надеюсь, они в Нью-Йорке у меня возьмут эти шарфы. Сейчас 4 часа, мне нужно все сделать быстро, потому что к 6 мне нужно снова быть прямо здесь, на этом же месте, у меня недалеко здесь друзья живут, офигеть. Все, крошки мои, я отдала эти шарфы, ничего не сказали, быстро поменяли, я сказала, мне не подошло по стилю, вот, поэтому сейчас мы перекомим дорожку. Времени совершенно нету, я еле-еле успеваю к своим друзьям, вот, так что еще пошопимся. Всем привет, всем доброго дня, доброе утро, мы с Денькой идем, мой помощник, тяжело тебе? Не тяжело? Кись, не тяжело? Ну неси, неси, ты же сильный, нет, маме? Все, устал? На ручку давай. В общем, сегодня мы с Денечкой ходим по магазинам, гуляем, погода, в принципе, неплохая, сегодня, кстати, смотрите, как я одета, у меня сегодня стиль многослойности, потому что сегодня непредсказуемая погода, то ли холодно, то ли жарко, под низ я одела тоненькую водолазочку, сверху я одела свою кожанку, а сверху я одела свой оверсайз, жакет, вот, ну джинсы, это база, черненькие, как раз они идут у меня под кожанку и рюкзак, это идеально, чтобы с малым гулять, будет очень жарко, сниму жакет, будет очень жалко в помещении, жалко, сниму кожанку, короче, кайф, а можно кожанку снять и оставить только жакет, в общем, идеальные слои. Куда мы идем? Давай в машину садись, а то мама заговорилась и идет, непонятно куда. Залазь, Кисть. Давай, смотри. Ой, девочки мои, короче, когда я с ребенком выхожу, на самом деле мне неудобно снимать ни сторисы, ни влоги, потому что все внимание тому, куда мы пришли, и ребенку, постоянно внимание, то есть я и так разрываюсь даже, не всегда с ним удобно купить, но сегодня, на самом деле, хорошо день прошел, да, прям Денька со мной по магазинам по всем ходил, спокойно, единственное, под вечер он уже захотел есть, а у меня у каши не было трубочки, и я говорю, и идем, и вот он уже чуть-чуть начал капризничать, но вроде спокойно до дома дошел, сейчас буду его кормить. Вот, классный сегодня день, реально, просто вот хорошая погода, и просто вот ходили по магазинам, в один поехали, в другой, все равно я так мало шагов находила, где-то 3,5 тысячи шагов, хотя мне кажется, я все хожу-хожу, встаю-выхожу, встаю-выхожу, мало едем, много ходим, 3,5 тысячи, все равно шагов. Но у меня сегодня тренировка, поэтому я ее еще не сделала, сейчас мы покушаем, а потом я сделаю тренировку через полчасика, через 40 минут. Вот, в общем, день такой сегодня быстро проскочил, завтра понедельник, Денька в школу, и Денька в школу, нормально? Я в будущем живу, Денька в садик, а я буду делать дела, у меня английский завтра, вокал завтра, в общем, в первой половине буду видео снимать разные. Еще хотела сказать сегодня, а, такие были моменты, заходили в один магазин, ну, сеть магазинов, в один зашли в магазин, Денька капризничал, и там прям продавщицы такие, ой, а у них новая коллекция, и шарики типа повешены везде, и он такой, спросите, хочешь ли шарик? Я говорю, Денька, ты хочешь шарик? Он такой, да, ну, чтобы не капризничать, и продавщица такая прям отвязывает шарик, такая дает, на тебе шарик, вот он там играет со шариком, то-то-се. А в другой магазин пришли, тоже самое сети, тоже новая коллекция, и он такой, шарик, шарик уже конкретно хочет, я взяла, отвязала шарик, подумала, что, ну, наверное, нормально, и одна из продавщиц просто с таким лицом каменным подходит к нему, забирает у него этот шарик и говорит, нельзя, и вешает его на место. День такой, чуть-чуть опешил, я говорю, Денечка, ну не везде такие вот тети добрые, вот нам в том магазине дали шарик, а здесь, говорю, тетя злая, не дает шарик. Хотя, на самом деле, я для себя понимаю, я в этом магазине ничего не купила, в том магазине нормально она купила, потратила хорошую сумму, а в этом ничего принципиально не купила, даже мне там кое-что понравилось, думаю, да, ну такое, сомнительное, 50 на 50, думаю, не буду брать вообще. И я вот просто удивляюсь, удивляюсь людям, вот шарик жалко, господи, он стоит там 5 рублей, этот шарик реально, мы бы его даже и не забрали. Ну вообще, как можно подойти у ребенка, забрать шарик и сказать, нельзя, и повесить его обратно? Это же новая коллекция! Я думаю, блин, если бы вот видели люди, вот как вот для людей, новая коллекция, шарики, но если приходит ребенок и просит шарик, и ему отвязывают шарик, то нет, это для взрослых людей, ведь им на новую коллекцию очень важно, чтобы висели шарики. И просто сама доброта для клиентов. Вот такие вот у нас, да, есть еще запоздалые вот эти вот, я не знаю, какие-то те еще времена. Я радуюсь, что все больше и больше людей в магазинах, которые реально все для клиента, все для клиента, они понимают, что их клиенты, это их деньги, да и вообще просто отношение к людям, как минимум. Ладно, может, у нее было плохое настроение, может, она не любит детей, хрен его знает. Так, ладно, Дэнни, взял кусок сыра, открыл холодильник, пошла убирать. Сегодня Дэнни проснулся, как никогда рано. Всем утром. Может, конечно, когда бабушка здесь, он тоже всем утро вставал, ну, просто я спала еще до девяти, до десяти. Бабушка с ним развлекалась. А теперь пришлось встать с ним. Уже сделала вакуум. Выпила стакан воды. Все равно хочу спать. Какая она сыграла из фикс прайса. Это такая хваталка. Она ее разобрала, вот сам играет. Сам кидает, куда ему надо. И вытаскивает, откуда надо. Сейчас вот в сад проведу его к восьми часов. Будет знать, как рано вставать. Смотрите, какой у нас туман на улице. И на самом деле сегодня морозно. Я малыша одела очень легко для сегодня. Я уже отвела малыша в садик. Утром попила кофе. Сделала вакуум. Стакан воды выпила тоже все это после вакуума. Еще не завтракала. А я решила и посмотрела погоду, что у нас сегодня днем 16 градусов. И завтра 16 градусов. То есть днем должно быть тепло. Утром все время так холодно, туманно. Хочется надеть на себя все зимнее. А потом просто днем я выхожу и парюсь. Там чуть ли уже готова не в футболке одной выйти. Поэтому сегодня пацана одела легенько. А сама прошлась пока по площадке. Шаги нахаживаю. Аж замерзла даже. И думаю, как бы мой малыш не замерз. Все, я пришла. Сейчас проветриваю квартиру. Делаю себе завтрак. Сварю овсяную кашку Геркулес. Сейчас я взвешиваю 40 грамм овсянки. Я же знаю, что это прям мне точно. Объесться. 40 грамм мне просто объесться. И поставила водичку. Сейчас она закипит. Минут 15-20 я варю. Я, кстати, очень боялась диет. Потому что я же сладкоежка. Я для себя открыла вот эти вот Чиколаб. Я это заказываю просто у своей знакомой. У нее есть свой интернет-магазин. Инстаграм. В инстаграме. Здесь ноль сахара. Она вот все это рекомендует. Потому что это можно при сушке даже. Представляете? То есть я сейчас на сушке, когда вообще ограниченное количество еды и калорий и все дела. Ну, не калорий даже. У меня ничего ограничения нет. Я все равно объедаюсь. Короче, это вкусная штука. Вкуснее нутеллы реально. Вот. А это просто арахисовая паста. Здесь вообще ничего нет. Здесь просто перетертый арахис. Тоже очень вкусно, если есть со сладкими, например, хлебцами. А я показывала вам свои сладкие хлебцы. Вот эти просто обожаю. Карамельные. Да, в принципе, вот эти вот Доктор Корнер, да, у них все очень вкусно. Яблоко-корица тоже вкусная. Вот черничные я еще, по-моему, не пробовала. И также я у них беру и не сладкие. Вот они. Вот такие кукурузно-рисовые из прованских витра. Они хорошие. Вот. Вот это вот я пью. Это протеинчик после тренировочки. И вот я на такие батончики. Я их часто беру с собой. Я пока что взяла просто все разные. Вот. И смотрю уже потом, какие мне больше всего понравятся. Такие и буду заказывать. Вот этот мне не очень понравился. Я больше люблю вот такой, знаете, типа там банкейт. Или там вот синабон я ела. Вот. Ну, а это у меня перловая крупа. Кукурузная крупа. Это то, что можно сейчас нам. Кстати, маффины еще вот такие. Но маффины что-то мне не особо зашли. Такие дела. А вот это мама быстрорастворимую ест. Мне такую нельзя. Лата делаю вот с таким вот кокосовым молоком. Вот. Сегодня сделала последнее молоко. И в пятерочке нашей ближайшей не было. Я расстроена. Надо сегодня купить. И купить сразу два. Я его пью без сахара, потому что он сам по себе сладенький. Так. Сделала себе кашу. Смотрите, она у меня совершенно без сахара. Я ее немного солю. И дополняю это все вот этими карамельными хлебцами. Получаются сладкие карамельные хлебцы. Там тоже нет сахара. Там заменитель сахара. И небольшое количество. И в прикусочку прям с этой кашей. Получается очень вкусно, хрустяще и сладенько. Целый день сегодня снимаю. Уже проголодалась. Съела бутербродики сейчас с рыбой. С помидорчиками. А с хлебцами. А сейчас взяла карамельные хлебцы. И сделала вот. Вот это вот. Блин, это просто. Это не реал. Сейчас сделаю слабенький чаек. И аж слюни текут. Ой, мои хорошие. Не знаю, как вы меня сейчас видите. Возможно, вам кажется, что у меня очень сильно черно накрашены брови. Просто я снимала видео сегодня. Испытывала там одно приспособо. Одно приспособо. А я мой не русский. Иногда он меня бесит. Саму. Но ржать хочется. Одну приспособу с Алиэкспресс я тестировала для своего второго канала. Мне она в принципе понравилась. И мне вот, знаете, как ни странно, понравились темные брови. Единственное, что при определенном свете, если у меня не прокрашены волоски, то получается у меня основа бровей, даже если я их крашу карандашом или тенями, оно у меня темное, а светлые волоски, если на них падает свет, видно, что они светлые. И это так смешно получается. Поэтому мне по-любому нужно красить. И вот этим вот, вот этой приспособой я хочу испытать еще и краску. То есть сейчас я карандашом красила, а я хочу попробовать краской. Это тоже будет видосик отдельный. Сегодня я одела палтишка. Моя бежевая палтишка в ателье, она еще не готова. Там кое-что я доделываю. Одела сегодня каблук небольшой, юбку. Очень непривычно мне. Ну, в общем, буду я сейчас на вокал еду еще. Мне нужно на почту заехать. Там будет где-то большое зеркало. Я думаю, что я вам покажусь, как я одета. Ну что, мы подходим к вокалу. А вот и наше зеркало. Зеркало, как озера голубой воды. Вот я сегодня как одета. А если расстегнуться... Я не знаю, как вы там видите это. Короче, вот у меня тут костюмчик. Видно, видно, видно. Видно. Короче, так. Такая я сегодня. Будет получше зеркало, я закежусь вам. Такой звук. Я вспоминаю свой университет. У нас сегодня вообще наигустейший туман. Просто посмотрите. Но это еще он расселся чуть-чуть. Он настолько густой, что даже вот просто рядом дома не видно. Видите, вот дом видно, который впереди. Все, что сзади него, вообще ничего не видно. И даже вон чуть немного деревья в тумане. Густой-густой туман. Ох, вообще. Посмотрите. Я, по-моему, в самую гущу заехала. Вообще ничего не видно. Видели? Видели, что не видно? Ну а вот просто. Здесь на самом деле есть на что посмотреть. Но только здесь ничего не видно. Просто в шоке я. Просто в шоке я. Вообще. Тут куча, куча всего. Дома стоят. Высокие, большие. Где я еду? Никто ни хрена не поймет. Я сама не пойму. Ну что, мои дорогие, добралась я домой сквозь туман. Реально такого тумана я давно не видела. Даже в окно я вижу только туман и ближайшую ветку. Сегодня, блин, собиралась на самом деле вам сегодня начинать снимать с лоблок с утра. Я думаю, так, надо вот это сказать, вот это сказать. В итоге вечер. Я дома и ничего вам не сказала. А сегодня с утра, что я делала видосы. Потом занималась документацией, там с налоговой, короче, куча всего связано. Потом поехала, заехала в фикс прайс, кое-что взяла. Это тоже буду показывать в обзорах фикс прайса. На полочках тоже что-то доснимала. Вот в ближайшее вот сейчас будущее будет. Еще фикс прайс, они все везут, везут и везут. Сейчас я себе сделала салатик. Сейчас буду его кушать. Здесь у меня креветочки, помидорчики, огурчики, авокадо и сыр рикотта. Только его мне можно, он лайт какой-то. Специально лайт. Вообще сегодня я плохо поела. А, вот что я хотела рассказать. Сегодня меня вообще реально подкололи. Не хотя, естественно, не хотя. Я утром встала, отвела малыша в садик. Прошлась пару кругов, на улице холодно. Не стала морозить. Свою голову, скорее всего, надо шапку одевать теперь утром. И пошла. Вспоминаю, что у меня закончилось кокосовое молоко. А только кокосовое молоко обезжиренное мне сейчас можно. Я захожу в ближайшее кафе и спрашиваю. Я говорю, у вас есть кокосовое молоко? Я говорю, вы делаете кофе с кокосовым молоком? Она, да. Я говорю, дайте мне, пожалуйста, просто стакан молока. Я куплю у вас. И я говорю, сделаю дома. Ну, потому что я там беру кофе, мне кофе там не нравится. Вкус который, поэтому я хотела просто взять кокосовое молоко и дома сделать кофе. Она, да, конечно, наливает мне и закрывает крышечкой и дает, да. То есть я не увидела сразу внутри что там. Может быть, она бы мне сказала, что там. Я уже, да, краду впечатление. Но не суть. Я прихожу домой, открываю эту крышку, радостно, что у меня кокосовое молоко хотя бы на стаканчик кофе есть. А оно густое, ну, как сметана. Воздушное такое, думаю, может взбили, может что. Не знаю, думаю, ладно, в стороже девчонкам делюсь. Вам. Кому-то делюсь, кто-то не видел, поэтому рассказываю. Кладу в микроволновку, грею, все погрелось, все нормально. В общем, в этот стакан, который нагрелся, стал жидким. Я вбухиваю там, ну, где-то 100 грамм кофе своего, который я делаю. Наливаю. И в итоге пью. Пью, пью. И не могу понять, что вкус какой-то вот, ну, жирный, короче. Я поняла, это жирный вкус. Если я подумала, не тот какой-то вкус, не пойму. Да, он кокос, он свежий, все нормально. Но какой-то жирный. В общем, девочки, я не знаю. Наверное, 5-6 глотков я все-таки сделала. Небольших, потому что они туго шли. Потом я в итоге разбавила. Потом я налила уже вот столько вот этого кофе, уже с кофе. То есть молоко вот это с кофе. Я налила вот столько. Потом добавила кипятка, добавила еще кофе на стакан. То есть я вот столько развела. И все равно этот вкус жирности такой невероятный. У меня на целый день, у меня сегодня целый день тошнит. Я что не съем, а у меня тошнота. Вот я не знаю, может сейчас салат уже к вечеру поможет. Ну просто. У меня как будто отбилось желание вообще какое-либо молоко пить. И кокосовое. Я его сегодня купила. Только кокосовое молоко, которое я пью. Альпо или вот какое-то. Оно обезжиренное. Короче, мне кажется, она мне сливки дала. Причем сливки не жирности там 5 или 10. А вот жирности, наверное, 30%. А вот и наш небольшой завтрак, да? Молочный ломтик. Йогурт. Мама только что съела овсянку с шоколадной пастой. Кстати, очень вкусно. Чай пью. Из вот этой кружки. Я прям кайфую из нее пить, если честно. Денький банан. Вчерашний. Ну его сделала нормально. Он все равно не хочет есть. Он у меня такой привереда. Еще свеженько ему подавай. А банан вчера не доел. А мне его нельзя. Выкидывать. Вкусно, зайка? Вкусно? Любишь молочный ломтик? Вкусно? Приятного аппетита тебе. Вкусно. Пожалуйста. Пожалуйста. А у нас на улице опять туман, девочки, посмотрите. Опять густейший туман. Я думаю, на улице прохладно. Сейчас я, Денька, уже время, блин, полдесятого. В садик обычно, ну, блин, максимум к девяти ходим. В итоге, сейчас отведу в садик. И мне нужно ехать в налогово. Вот. Такие вот сегодня планы. Утренние. Ну все, отвела Деньку в сад, подстригла ему ноготочки, почистила носик, ушки. Что мы еще сделали? Почистили зубки. Такие молодцы, все чистенько надели. Так люблю, когда у меня ребенок весь такой, весь чики-пуки. Так, сейчас бегу в машину сразу с утра. Вот так вот я еще никогда не делала. Я обычно домой иду, пью кофе. А я уже позавтракала, углеводов на себя напихала. Все, сейчас поеду в самый центр. Потом обратно домой, потому что нужно снимать видосы. А потом к двум часам на вокал. Как бы все это успеть, вообще времени мало. Сейчас приехала в кафе, поставила машинку. Только в пить кофе у нас на театральной. Можно взять на пару что-то. Не, в других местах тоже можно что-то взять на пару, но я беру в пить кофе. Вот такая красота. У меня до вокала остался часок. Сейчас поем и поеду дальше. Так, вот такое блюдо сегодня я заказала. Заказала индейку. Хочу попробовать, насколько она мягкая. И яйцо пашот. Вообще, по идее, мне нужен белок с утра. А я сегодня кашу съела, белок не съела. Так что приятного аппетита. Пахнет вкусно. Да, у меня микрофон в руках. Я ношу свой микрофон с собой. Потому что мне кажется, что вот этих меньше на моем микрофоне. Буду с собой носить все-таки. И еще я рада, что после вчерашнего происшествия с жирным, жирным, прижирным кокосовым молоком у меня сегодня не отбилось желание. И я прям чувствую, что я очень хочу своего обезжиренного кокосового молока с кофе. Вот. И я поела, значит, прибежала домой. Время вот уже заканчивается. Сейчас я быстро беру кофе. Я его уже сделала. Поставила стирку. Стирать. Вот. И бегу на вокал. Вообще, сегодня должна была вам видео выставить 8 часов. Но у меня будет, походу, промежуток. Либо я к вечеру выставлю сегодня. Вот снимаю до последнего вам влог. Может, сегодня что-нибудь на вокале еще сниму. Мы работаем сейчас над одной песней, которой я буду выступать 22-го числа. И над следующей песней «Смотри, Гагарина» мы работаем уже, чтобы я на Новый год ее спела. Так что у нас будут такие мероприятия, где я буду петь. Не знаю, можно ли там будет приглашать кого-то или нет. Я спрошу, если что, буду анонсировать вам. Может, придете, послушайте. Вот. Это все бесплатно, естественно, для слушателей. Никакий вход, за вход никто деньги не берет, насколько я знаю. Так что, ну, я узнаю точно и тогда вам скажу. А хотите, вместе разберем продукты, которые я купила? Я вам скажу, что я купила и почему. Так, индейка. Самая прикольная тема. Я вот взяла «Индилайт» 500 грамм. Вообще, я хочу сделать рецептик там один есть. Именно такие прям ппшные. Именно когда на сушке беточки такие классные. Тут кабачок добавляешь на терочку, лучок и отруби. И обжариваешь без масла. Короче, они должны быть мега классные. Так, вот такой фитнес я покупаю. Мне эти хлебцы очень нравятся. Они на сушке как раз мне сейчас нужны. Я очень люблю намазать на них сыр рикотта. Можно сверху положить лосось слабосоленую. Можно огурчик еще или помидорчик. Вообще, такая вкусняшка. Так, если брать хлебцы, то вот они. Я их беру постоянно. Кстати, клюквенные, по-моему, я еще не пробовала. И вот медовые новые увидела. Вот, их все можно и без них жизнь невозможна. Карамельные, действительно, самые вкусные. Я их беру. Яйца. Какие были, такие взяла. Яйца всегда нужны. Каждый день, утром одно яйцо. Так. А, вот такой вот хлеб посоветовала моя фитнес-тренер. Она сказала, что вот хлеб литовский. Она именно вот этот показывала. Еще там есть другие названия, да. Есть праздничные, там еще какие-то. Но она вот этот показала, я этот и взяла. Я боялась что-либо лишнее взять. Надо спрашивать. Короче, он бездрожжевой. И тут, короче, типа самый благородный, лучший состав. Вот у этого хлеба. И мне его можно представлять. И я с удовольствием его буду есть. Потому что хлебцы хлебцами, а хлеб хлебом. Сказала, да? А, вот купила как раз-таки отруби овсяные. Там много разных отрубей. Мне кажется, мне нужны, можно любые. Но я взяла, где написано детокс, очищение. Вот, поэтому страшно. Мелкие взяла как раз для вот этого блюда, которое я вам говорила. Так, также я беру вот такое вот кокосовое молоко. Есть еще варианты, которые можно брать. Можно брать, по-моему, соевое еще какое-то. Ну, в общем, мне кажется, здесь ноль жира, ноль... Ноль жира, ноль сахара. Вот, шугарс, оригинал, ноу, адет, шугарс. Короче. Но он сам по себе сладенький. Я сахар вообще не добавляю в латте с ним. Так, ну, а это я в метро взяла. Вот такие шоколадки. Ну, можно, но, опять же, немного. Ну, там, пару плиточек можно съесть в день. Ну, я так взяла на всякий случай попробовать. По-моему, я даже пробовала такой. 109 рублей стоит. Вот, вот и все. Та-дам! Вот мой холодильник. Так, сыр рикотта лайт можно брать и обычный. Он, короче, хороший. И как раз вот на сушке. Девчонки, представляете, если это можно на сушке, когда у нас конкретно сейчас задача убрать все лишнее, подсушиться, то это вообще для любого человека хорошо. Семга сломасоленая. Сломасоленая. У меня рикотта еще один тут есть. Потом я ем кальмаров, морепродукты любые. Короче, главное, без масла. Все без масла. Все там либо в рассоле, либо... Ну, натуральные, а не вареные в рассоле. Так, тут еще рыбка недоеденная моя. Помидорки вот такие вот беру. Очень люблю. Они такие вкусные, сладенькие. Но там все малого. Вот это сливки уже пропадают. Я уже это не ем. Там у меня еще кое-что с сахаром. Это все, конечно, я не ем. Так, что еще? Яйца. А, яйца есть. Блин, я яйца купила. Ладно, яиц много не бывает. Сейчас пока фрукты нам нельзя. Это все Денька ест. Ну и все. Вот молоко. Так, листья салата уже загибаются. Что-то я их не ем. Так, думаю, вам будет интересно посмотреть, как я буду все это делать. Итак, сейчас Инди Лайт я всю перемалываю здесь. Думаю, здесь. Одна луковица, но я, наверное, сделаю половинку. А может и одну целую сделаю. Там написано средний колбачок, но у меня вот все, что осталось. Поэтому я сделаю его. Кстати, можно брокколи закинуть. Ага, я еще брокколи закину. Так, и мистраль от Руби Овсяные. Там вообще-то написано 15 штук, она написала. Но у меня какой-то мелкий. Надо будет уточнить, сколько точно. Так, девочки, смотрите. Я вот все перемолола на своем блендере. Вот здесь вот у меня брокколи. Немножко там буквально. Ну, на глаз, короче. Здесь у меня кабачок, половинка, которую вы видели. Целая луковица. Здесь индейка. Посолила, поперчила. Одно яичко бросила. А здесь отруби, оказывается, их не внутрь надо, а просто в них обволакивать надо. Все, сейчас я все это перемешаю и начну обволакивать. И вот сковородочку приготовила, буду обжаривать. А потом я все это брошу в мультиварку. И здесь оно, ну, будет доготавливаться как бы в духовочке, да. Либо здесь, может, крыжечкой накрою, водички добавлю. Не знаю, короче. Потом покажу, что буду делать. Сейчас пока все перемешаю и обжарю. Выпечка. 40 минут ставится минимальная. Но я 20 буду делать. Ждем. Девочки, все готово. Открываем. Я сейчас съела одну просто. Это такая вкуснотища. Это такая красота. Сейчас я все вытащу и разложу. И все, и буду кушать. Так, ну что, выложила я свои котлеточки. Они у меня, конечно, получились еще немного недосоленные. Хотя я их вроде нормально посолила. Вот. Я сейчас немножко их еще чуть-чуть присолила. Они такие нежные, сочные, вкусные. Просто классные. Я их делала в мультиварке. 20 минут поставила в выпечку. Но вы можете просто разложить их на фольгу. Вот. Без масла, без ничего. И, ну, закрыть фольгой можно, чтобы они сочные там были. Ну, как обычно делаете, вы знаете, да. И в духовочку. Ну, то есть 20 минут мне вообще хватило. Все приготовилось и снизу, и сверху. Приятного аппетита. Я показала практически все, чем я сейчас питаюсь. Хотела сказать, я не помню, просто говорила я это или нет. Поэтому еще раз хочу сказать. Мне на самом деле мое питание нравится. Мне кажется, я вот как в одежде сейчас, да, меняю стиль. Приобретаю одежду другую. Немножко уровень сознания в этом направлении расширился, да. И ты уже одеваешься не просто, чтобы одеть, а уже одеваешься, чтобы выглядеть, чтобы знать. Чтобы глаз радовался не только твой, но и другой. Чтобы ощущать, чтобы выглядеть соответствующим образом. Чтобы донести то, что ты хочешь донести. Ну, в общем, вообще разбираться круто, да. То же самое касается питания. Честно говоря, вот так, я не знаю, по-моему, мой мозг так никогда еще не переворачивался. Что касается питания. Может, я уже готова просто к изменениям каким-то, знаете. Раньше тоже там мама у меня раздельное питание. Ну, да, посижу недельку, потом обратно. А сейчас у меня даже как-то и нет желания совершенно возвращаться обратно, да. Начать есть бургер, еще что-то. Мне нравятся эти легкие заморочки. Эти легкие заморочки, они какие-то на благо, да. И ты не просто заморачиваешься ерундой какой-то, да. Ты заморачиваешься пользой. То, что тебе дает энергию, то, что дает тебе здоровье. У меня там мелкие. Мне хочется как можно больше сохранить свое здоровье. Мне хочется как можно больше энергии приобретать, да. Мне хочется, чтобы у меня фигура была хорошая. И как-то вот мне все это дело нравится. И опять же, начинаешь сравнивать какие-то вещи, например, тот же самый. Вот эти жирные сливки кокосовые, да. И мое супер-мега обезжиренное молоко. И просто с тем ты летаешь, легкость, вкусняшечка, да. А с тем нет. И у меня главное развеялось. У меня и там, и там какие-то мифы внутри были. Что касается одежды, у меня были мифы внутри, что если стильно, если модно, если женственно, то это неудобно. Вот правда, это неудобно. Удобно, когда ты просто на себя нахерачил все подряд и вышел, блин, да, как тебе удобно, да. Но стильно может быть тоже очень удобно. И это круто. Я почему? Я не знаю почему. Я просто не пробовала никогда, понимаете. Поэтому в голове оно как бы раз, сформировалось. И вот хорошо, что оно досталось. И да, действительно, стильно это и удобно. Это может быть и модно, и очень комфортно, и круто это вообще. И что касается еды, у меня тоже было... Если ты на диете, то ты все время голодная, то ты не доедаешь, ты постоянно хочешь что-то, да. Если ты на диете, то тебе нельзя хлеб, тебе нельзя сладкое, и, короче, тебе нельзя все, что ты хочешь, опять же, да. Причем даже когда я сама до этого марафона, который я сейчас прохожу у Алены, я сама до этого сидела на диете. И да, я себе во всем отказывалась, все время была какой-то голодной, и ощущение, что я ем неправильную пищу. Неправильную пищу, и от того, что ты не знаешь, ты можешь делать только их хуже. Ты вроде бы худеешь от того, что мало ешь, но на самом деле твой организм в стрессе, он голодный, он хочет есть, он не получает все, что нужно, и от этого начинает запасаться жирами и откладывать их, понимаете. И ты как бы стоишь на месте. Может быть, вода там ушла, а потом ты стоишь на месте. Плюс тренировки, да, тренировки тоже она дает, например, и я в шоке. То есть она дает какие-то тренировки мышцы, которые совершенно я не задействовала раньше. То есть для меня просто вот здесь накачал, тут накачал, и так, присел накачал. А на самом деле ведь есть еще очень много разных других мышц, которые точно так же влияют на рельефы, на красоту, и они тоже очень важны. Более того, они даже важны для того, чтобы делать какие-то другие упражнения. Они должны быть накачаны, они должны быть в тонусе, чтобы не было каких-то травм в дальнейшем от других упражнений. Ну, короче, в общем-то, тоже целая система. И мне всегда казалось, я же говорю, что если ты на диете, если ты правильное питание держишь, то ты всегда голодный. И когда я пришла на марафон после своей диеты, я офигела, что я не добираю килокалорий. Я постоянно ем, ем, ем. Я постоянно объедаюсь. И я их не добираю, понимаете. И все это не в то, что ты сейчас поправляешься. Задача нашего тренера, чтобы мы похудели. Она знает, что она делает. И поэтому я поняла, что ты нифига не мучаешься от жажды. Это просто нужно есть правильную пищу. То есть вот сейчас на сушке, девочки, задумайтесь только. Я на сушке. Это когда ты реально сгоняешь весь жир, чтобы у тебя одни мышцы были. И при этом я ем и обжираюсь. Я не голодная целыми днями. Какие-то батончики, вкусняшки. А что касается сладостей, да, оказывается, столько сладостей всяких, которые можно есть на сушке. Не просто на поддержание, а на сушке, на уменьшение. Это просто, да, молоко без сахара. Это джемы без сахара. Это шоколадная паста без сахара. Это хлебцы, которые можно есть, понимаете. Это шоколад, который можно есть. Я в шоке вообще из всего этого. Поэтому, блин, я на самом деле сейчас открыла для себя все это. Мне кайф. Я сейчас вот уже разберусь, что как. И еще сейчас Алена подсказывает. Она говорит, на самом деле очень много блюд. Еще кажется, что вроде бы ты там ешь вот это, вот это и все. Больше тебе ничего нельзя. А на самом деле, ведь если копнуть, там очень много блюд еще можно приготовить. Она дала там нам 7 завтраков, 7 обедов. Как можно все это дело сочетать. И вот то, что я вам сейчас показала, то, что я купила, вот эти биточки классные. Можно поджарить. И я прям вот хочу. Без масла, на сухой сковороде. Да, вот это вот все, что мне нужно, все, что мне можно. И я, короче, что я хочу сказать? Я призываю вас. Призываю вас в какой-то момент, когда вы будете готовы, вспомнить мои слова. Если у вас внутри тоже сидят какие-то такие мифы, какие-то такие убеждения. Если у вас подвернется такая возможность и желание пройти какой-то марафон, например. Ну, всегда, конечно, я не могу, опять же, за всех отвечать. За все марафоны, да, или за всех стилистов. У меня так попалось, что они переворачивают мой ум, и они как-то способствуют тому, чтобы я хотела меняться и хотела меняться в лучшую сторону. Они не отбивают желание. Мой стилист не отбил желание у меня модно одеваться, потому что она показала, что это просто классно и удобно. Мой фитнес-тренер не отбил желание у меня вернуться к моей еде, потому что здесь тяжело. Нет, она наоборот. И своим примером она девчонка успешная, красивая, у нее офигенная просто фигура, у нее, блин, попа, ноги просто охренительные. Живот. И так хочется, ну, в смысле пресс, да, и так хочется, когда она дает тренировки. И я думаю, блин, и у меня так будет когда-нибудь, и у меня так будет. Поэтому они отличные примеры сами по себе. И, короче, я желаю, чтобы в вашей жизни так же все сложилось, чтобы когда-то вы себе в лучшую сторону, в общем, делали рывки в лучшую сторону. Расширяли свое сознание, где-то росли. Если кто-то еще сидит с какими-то убеждениями такими, которые заставляют вас продолжать сидеть, обжираться неправильной едой, и которые заставляют вас вообще в ту сторону не копать. На самом деле это круто. Это круто и внутри, и снаружи. Класс. Все, мои хорошие, я что-то не знаю, насколько длинный сейчас влог опять получится. Кстати, сегодня делала набойки там на обувь себе на рынке, тоже хотела поделиться, не стала снимать там. И я пришла там пораньше, он говорит, через полчаса будет закончено, а я пораньше пришла, и он говорит, ну садись. И там такой ларечек, знаете, вот наш рынок, где я всю жизнь свою провела, не всю жизнь, а вот всю молодость, молодость, да, где я продавала арбузы, кукурузу, помните, я вам рассказывала, молодая была. Овощи, фрукты, да что я только там не продавала на этом рынке, рынка сейчас этого нет уже. Но там остался ларечек такой, где обувь делают, набойки и так далее. Он еще со времен рынка, он там за рынком такой был, сейчас рынок убрали, и его хорошо видно. Вот, и он такой, садись. И там такая комнатушка, я такая села, и что-то мы заговорили за этот рынок наш, какой он был классный, как вот все это. Я говорю, я прям сижу, у него еще канареек там много, то ли канарейки, то ли и попугайчики, я не знаю, в общем, они там все чирикают, их штук там 10, наверное. Все чирикают, все-все-все вот это вот в обувных всяких принадлежностей, и я такая села в уголочке. И вот это вот мы заболтали-заболтали, такой, ну, взрослый дядечка, уже представляете, сколько он работает, да. Я говорю, прям ностальгия у меня по тем временам, так посидела, пока он, в общем, мне там доделал, доклеил, и пошла. В общем, вот такие дела. Ладно, все, я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok